всем привет и добро пожаловать на мой канал это будет видео из коллекции коллекции и в этом видео я бы хотела поделиться моей коллекции сумок я увидела что это сейчас немного популярным и принципе почему бы нет потому что мне сейчас накопилось достаточно много сумок и в этом виде я бы поделилась моя коллекция сумок тут моя собачка спит вот и я начну от моих самых новых приобретений это такая сумка которая для телефона она полностью ручной работы и на самом деле это очень удобно и используется как для телефона и еще мне есть такая особенно летом это такая стеклянная бутылочка и также я иногда использую эту сумку для того чтобы туда поместить мою стеклянную бутылочку с водой и она очень приятно когда ты ее трогаешь кажется что ты какую-то имеешь связь с природой и мне очень нравится ощущается дерево у себя в руках и она выглядит и принципе мне нравится что-то сделанное из бисера у меня много украшений которые из бисера вот это я также делала но эту сумку я ее приобрела в магазине парфа у меня достаточно много сумок от них и я в принципе мне нравится очень этот бренд и коллекции которые они выпускают всегда очень интересные и в таком стиле который мне нравится и следующая сумка которая также я купила у них я давно хотела себе какой-то цветочный принт и эта сумка тоже из магазина парфа мне нравится что у них цены недостаток не очень высокий у них всегда очень оригинальные коллекции и вот так она выглядит внутри также у нее есть белые ручки и она очень вместительная и удобная например если у вас какие-то есть документы вам нужна какая-то немножко побольше сумка вот следующее это у меня не сумка а такой небольшой рюкзак ранец он у меня очень давно не знаю мне кажется года три или четыре и до сих пор в относительно свежем состоянии правда его можно немного протереть и этот этот рюкзак из магазина сейчас скажу это бережка и это такой гратиентовый рюкзак и очень удобный в путешествии его когда мы с мамой путешествовали много раз мы брали и он себя очень 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 хорошо оправдал и плане если например на улице идет дождь и вы находитесь в таких городах как например париж лесом петербург или такие города когда часто идет дождь и будапешта в принципе во всех городах и это очень удобно вот и вы застрахованы что ваше содержимое не будет намочены вот следующее то что я часто использую в своей жизни это какие-то вот такие типа сумки мешочки они их плюсы в том то что они не имеют какой-то тяжести и если вы покупаете какие-то продукты какую-то еду фрукты овощи они супер легкие и вы их легко очень просто положить стиральную машину и постирать и в принципе они смотрятся достаточно неплохо сливаются и у меня есть наверное такие три-четыре сумки которых разных расцветов и они очень очень удобные также у меня недавно из моего путешествия в жаверни я там приобрела вот такие вот как будто бы гобеленовые сумки эта картина если я не ошибаюсь также ван гога и это просто удобная клач это такая сумка в нее можно положить например ваш компьютер будет на просто быть очень аккуратным его перемещение можно положить книги документы и она также практически не имеет веса и очень удобно и для меня важный показатель как характеристика сумки чтобы она была не тяжелой потому что я ее и так заполняю какими-то тяжелыми вещами и это как-то не очень рационально как мне кажется вот вторая сумка это эфелева башня и она такая нежно голубая и очень симпатично смотрится с какими-то джинсовыми материалами и она тоже напоминает также это гобелен вот если посмотреть внутри что такая нитка и в принципе я очень довольна вот у меня есть такие две следующая сумка которая из магазина пинки я поменяла правда ручку я положила другой сумке сюда потому что у нее белая белая ручка но очень широкая и она не подо все подходит и ярко очень ярко выглядит и мне нравится когда в сумках они не сильно броски и она себя абсолютно оправдала и стоила также достаточно бюджетно если я не ошибаюсь районе 20 с чем-то евро и но на самом деле она выглядит достаточно неплохо и также я добавляла такой тут бантик из такой небольшой клочок ткани и такой но немножко в парижском стиле и очень симпатично и тут есть два таких отделения тут помещается например какая-то косметика телефон наушники совсем базовые вещи вот например водичку вы не сможете в ней понести и просто куда-то выйти в принципе с ней неплохо если бы не надолго собирать ходить следующая сумка которую я себе купила на новый год это тоже магазин парфон она это в французском нет это кстати магазин не парфон это магазин который называется наф-наф наф-наф париж и она вот такого вот тоже относительно кажется что материал натуральный с золотой такой ниткой сейчас она мне раньше на мне безумно нравилось зимой но сейчас ее реже ношу но плюс ее в том то что она кажется что небольшой но когда вы например можете положить сюда воду и она помещается вот тут вода вашей сумке и какие-то например вещи также можно достаточно много чего в нее поместить и это ее огромный плюс хотя она кажется такой аккуратной маленькой на самом деле она очень вместительная это большой-большой плюс и она почти по цвету моих волос и в принципе я и так же довольна но сейчас у меня меньше в обиходе следующая сумка она по дизайну немного похожа на предыдущую по типу мешочка она супер простая это вот такая вот сумка мне кажется в какие-то походы или также удобно например в нее можно положить воду и она выглядит вот так очень просто вот так она выглядит например если вы выходите прогуливаться с вашей собакой очень неплохо или куда-то в парк эту вещь которую я я бы не сказал что знаете нужно иметь какую-то сумку которая который вы бережно относитесь и сумка просто на какие-то небрежные не то чтобы небрежные выходы например в парк или вам не нужно выглядеть аккуратно не в плане аккуратно а вот ежедневно вот следующая у меня такая спортивная сумка это такой мешочек вот это белый я купила в какой-то организации и я не уверена что это за пренд но выглядит она вот вот так вот она меня все время висит чтобы не испачкаться также у меня из недавнего два больших чемоданом это также можно мне кажется отнести к коллекцию косметики и я надеюсь это видео было для вас немного интересным и до скорых встреч пока пока пока